здравствуйте сегодня 24 марта 2020 года 8 часов 2 минуты утра солнечная погода абсолютно безоблачное небо видимость но не на миллион но очень хорошая есть такая отлаженности легкая дымка над поверхностью земли но это такой как бы утренний туман температура воздуха на высоте метр семьдесят метр восемьдесят около 7 градусов тепла ну на уровне почвы температура ниже я сейчас вышел из дому дал котам покушать и услышь здравствуйте сегодня 24 марта 2022 года 8 часов 45 минут температура воздуха в тени 7 градусов дует северный ветер такой прохладный но это из-за ветра абсолютно безоблачное небо ни одной точки ни облачка на небе нет есть такая легкая дымка ну вот которая по утрам бывает когда после холодной ночи влажный воздух такой над землей стоит но он такой слабо заметный вот этот вот это не туман даже это такая легкая значит воздушность такая вот скажем так солнце пригревает уже ветер такой заметный поддувает хорошо и слышно как со стороны чернигова раздаются звуки я тут 805 вышел записать сообщение у меня сбой произошел смартфоне и я тут минут на 40 наговорил чуть чуть меньше чем 40 минут и не записала сообщение там 14 секунд только записалось остальное пропало вот так что я повторно делаю запись но буду уже меньше говорить потому что в тот текст который я проговорил его уже не повторишь а текст был такой информативный в общем кратенько расскажу значит чернигов проехал тут по дороге машина я не видел какая я тут присел для того чтобы вдруг тут расшисты ездят они забирают у людей легковые машины и на них ездят в гражданской одежде непонятно кто там едет а я тут стою со смартфоном и что-то там говорю и смартфон могут забрать и в дом полезу там будет рыться там деньги искать и все такое так что я тут присел за забором своим чтобы не было меня видно лучше не рисковать тут село оккупированное это черниговский район черниговской области раньше это был городнянский район черниговской области село находится километров 60 от границы с россией и белоруссией но приблизительно такое равное расстояние километров 50 по дороге до чернигова и километров 45 по прямой со стороны чернигова доносятся звуки обстрелов ну вот уже такая такое правило часов семи утра россиянцы эти проснулись а значит пошли поссали посрали подрачили что-то там сухомятку съели и пошли на еще покурили и пошли значит заряжать эти свои пушки гаубицы установки ракетно-залпового огня типа катюш там грады ураганы смерчи и стреляет по чернигу вот это весь день будет обстреливать методично плановерно но там на перерыв на набит перерыв какой нибудь сделают так что то там еще едет эта военная техника поехала по дороге которая на на репке идет похоже на то то шум оттуда идет я эту дорогу просматриваю глазами туда значит расстояние где-то метров я раньше думал метров 300 а так я посмотрел прикинул к моему лесу метров 800 и туда наверное столько же или может быть чуть чуть меньше то есть я ошибался ради раньше в своих видео и сообщениях говорил 300 метров оказывается гораздо больше чем 300 метров но колонна военной техники поперла со стороны городни поперла так что-то едет наверно по моей улице да по моей улице танки все я заканчиваю запись извините заканчиваю сейчас я тут за дом спрячусь у меня не было видно по звуку похоже на трактор вот может быть это трактор едет но я на всякий случай тут спрячусь вот чтобы меня не было видно этот трактор проехал а так издалека издалека казалось видите тут приходится прятаться а это самое издалека два трактора друг за другом едут и показалось что это как бы танк такой едет ну типа или бтр там или танк вот ложная тревога все нормально это тут трактористы поехали по дороге в сторону леса в сторону соседнего села вот видите как тут на оккупированной территории приходится жить но тут у нас еще дома не бомбят не взрывают и людей не расстреливают так что по сравнению с черниговом черниговом или мариуполем мы тут еще находимся как бы в мире и это самое и как бы благополучие вот значит я остановился на том что в чернигов обстреливают и вчера по телевизору передали такое сообщение что ночью летели самолеты со стороны россии они пролетали вот в районе моего дома фактически над моим селом я слышал эти звуки ночью как летели самолеты и они полетели бомбить мост металлический который из чернигова на киеве идет который над десной находится я раньше в своих сообщениях говорил что этот мозг мост украинские военные взорвали для того чтобы не пропустить российские войска в сторону киева если чернигов там не сможет удержать оборону но на самом деле чернигов сопротивляется и тот мост стоял и все нормально и по нему даже ездили он что-то громко как громыхнуло со стороны чернигова наверно ракета крылатая прилетела там на полтонны бабахнула так что ударная волна мощная ветер сейчас со стороны севера дует и сдувает звук туда в сторону чернигова поэтому уровень громкости меньше чем обычно когда слабый ветер или когда ветер оттуда идет громыхает сильно стреляет из установок ракетно-залпового огня и вот это вот целый день будет обстреливать чернигов начиная с семи утра и до позднего вечера и ночью стреляют так вот летели самолеты два самолета прилетела и бомбили вот этот мост 5 бомб упала а потом значит еще крылатую ракету со стороны россии сбросили ну не сбросили а направили и там с наведением по gps по спутнику там гласнас или gps там использовали наводку на эту цель и значит вот эта последняя бомба которая была сброшена и значит ракета крылатая которая долетела до моста в общем этот мост металлический полностью уничтожили то есть он восстановление не подлежит как сказали официальные представители власть чернигова что мост нужно будет строить новый ну или на том же месте или рядом там уверять не все что на том же месте то есть надо будет строить новый мост так значит это мне кажется два трактора поехали в лес с прицепами за дровами тут у нас есть сейчас без электричества сидят дрова нужны на дожди дом отапливать и еду какую-то готовить печи там хорошо если в доме печь осталась а если нет то вот как электричество электроплитку не включишь и может быть баллонного газа нет так что люди на тракторах пока топлива еще есть поехали в лес дрова бревна и двухметровками привести чернигове сложная ситуация значит его обстреливают постоянной днем и ночью в некоторых домах электричество есть от черниговской и горячую воду некоторые дома подают когда есть электричество это вода прокачивается по отопление и там удается дом согревать вышки сотовой связи подремонтировали там сотовой связь улучшилась потому что многие вышки были расстреляны повреждены на в общем там что-то удалось отремонтировать и запустить в работу и сотовая связь улучшилась и тут у нас по силу даже чуть-чуть лучше уровень сигнала стал и люди из села дозваниваются своим родственникам чернигов и общаются по телефону с продуктами чернигове ситуация такая значит на складах продукты еще есть вот но у людей у многих не хватает денег на то чтобы эти продукты купить значит банкоматы почти не работают банки почти не работают интернет почти не работает то есть работает периодически там время от времени с перебоями вот и люди там есть такие которые студенты у них стипендия маленькая или они на платном обучении денег нет и родители передать им не могут отсюда деньги даже если здесь наличные деньги есть но как тут передашь эти деньги никак до чернигова пешком не дойдешь ну то есть дайте то можно я ходил из чернигова обратно сюда в село 50 километров с велосипедом велосипед ломался там пицца ломались или камера прокалывалась я много раз ходил раз 10 точно может быть даже больше чем 10 раз ходил пешком из чернигова часов 8 9 10 было так что даже больше десяти часов скорость такая движение было но в моем возрасте не удивительно это молодые там которым 20-30 лет значит часов за 8 может быть дойдут я с велосипедом с грузом на велосипеде пешочком туда 50 километров отмотал там по чернигу поездил километром на 10 наездил и назад значит 50 60 километров пешочком представьте себя в таком возрасте как у меня 56 лет это они не только писать шесть там и и раньше было значит когда я помоложе был ходил пешочком что я хочу сказать россиянцам по поводу войны воюете бегаете с синими яйцами налитыми спермой и жопы вам подтереть нечем она там на жопу поналипала и яйца немытые воняет от вас козлятиной и баню вы давно уже не видели душа не видели там грязная одежда на вас и воняет от вас на километр вот и вот это жопа ваша распухшая потому что туалетная бумага закончилась и вытереть жопу нечем она там поналипала вот и стреляют по вас защитники украины и раненые в этом и подбитые и убитые на тех кто в тех кто убитые ими никто не занимается от российской этой оккупационной шайки братья от этих татаров монголов на хер вы никому не нужны убитый вы лежите там собаки приходят бездомные жрут вас значит где обнаженное тело где там на лице шею там щеки уши нос губы подбородок все это объедается обгрызается представляете картину от лежите вы молодой красивый там страхарь пихарь там секс этот самый герой и секс террорист сексуальный террорист там все тело значит вы окучивали и баб там по селу там или по деревне где вы там бегали окучивали их там потрахивали вот или пытались там окучивать все село цель такую поставили пока все село не перетрахают не успокоит у всех баб имеется ввиду от самой молодой до самой старой а тут вы лежите на земле и член тряпочкой такой лежит уже не встанет никогда и собаки вокруг вас ходят и объедают с вас мясо а если там ранение грудь живот там кровь вытекла собаки это место чуют начинают лапами царапать зубами рвут одежду на вас и там все это разорвут развернут доберутся до до тела и начнут из вас выедать кусками отрывать мясо ваша кожу там повредят порвут вот мышцы поедет на животе на груди вот и начнут вас изнутри выедать и почки и печень и желудок и поджелудочную железу и селезенку и кишечник там вместе с едой то что вы там ели пару часов назад или пять минут назад там что вы там съели там ваш сухпоек уже давно закончился который вам выдавали на три дня сейчас вы жрете то что вы там украли из украинских магазинов из украинских домов из складов украинскую еду вы жрете так вот эту еду доест собака то что там через желудок через кишечник прошла и дойдет до того места где это все уже в говно превратилось и тоже там если она не сильно воняет тоже будет продолжать есть собаки бездомные они такие голодные что они с удовольствием все поедят вот и поразрывают одежду на вас и до члена доберутся до яиц там поотъедают представляете вот лежите вы никого не трогаете никому вреда уже не делаете потому что уже все душа отлетела а собака стоит над вами или несколько собак грызут друг с другом кто-то уши объедает кто-то нос грызет а кто-то член вас отъедает отгрызает так зубами клац-клац и все я догрызла и стоит и жует его как кусочек мяса ты сами себя вот этот ваш любимый член который вы по обтраханили который вы там подрачивали стоит собака бездомная такая беспородная и жрет ваш член половой а вы его так любили так радовались так его ласкали значит это самое там гладили его и баб трахали своим писюном но кого какой был там у кого 15 сантиметров около 12 у кого там 25 а у кого там как у коня так вот это то что было у вас его уже не будет его уже собака сожрет и яйца сожрет можешь вкусный продукт деликатес кстати бычьи яйца вот эти вот которые когда бычков молодых убивают на мясоперерабатывающих заводах отдельно там быть яйца вот эти из мошонки достают и продают их магазинах я их никогда не ел никогда не готовил но говорят что очень деликатесное вкусное блюдо так вот собака знает что надо кушать член сожрет и яйца сожрет выставляете был член были яйца не осталось ничего а потом начнет мясо на ногах объедать там где мясо побольше а потом и до жопы доберется и жопу сожрет а потом когда потеплеет муки прилетят зеленые такие местные муки называются отложат яйца и через день по вас будет лазить большое количество маленьких крохотных таких беленьких червячков это личинки опарыши личинки мух маленькие они очень быстро растут при теплой погоде на солнце они так плодятся что страшное дело и будут по вас лазить грызть чавкать и будет такой звук над вами стоять миллионы там этих опарышей будет на вас ползать и жрать и грызть мясо и чавкать вот этими своими челюстями которым они мясо едят на потом появятся жуки трубники падальщики такие я видел таких жуков я видел значит ежик там погибший был не знаю там от чего он умер и под ним жуки вот эти крутились землю его закапывают для чего они закапывают землю для того чтобы мухам не дать возможность отложить яйца жуки подкапывают под жертвой под этой своей едой будущей подкапывают почву разрыхляют ее и жертва это уходит этот видит еда уходит землю и сверху я там тоже землю прерыхляет присыпать для того чтобы муха не могла отложить яйцо яйца свои значит на вот это вот что там ежик или заистами или леса там или кот или собака или россиянец сраный с отъеденными яйцами без члена вот эти вот жуки могильщики вот этих труб жуки трубники закопают землю но если там земля такая вот более-менее рыхлая если там будет глина то не закопают а если там типа чернозема будет что-то так закопают запросто за милую душу вот и отложат яйца своих значит жучков будет выращивать там начале червяки такие белые появятся вот видели в огородах жуки майских личинки майских жуков здоровенные такие огромные вот такого размера будут личинки в вас лазить и жрать ваше мясо то что в собаке не дожирали то что мухи опарышу вот эти не доели и будете вы лежать земле прикопанный этими жуками падальщиками трупняками этими и изнутри у вас будет вот это полчища вот этих огромных личинок лазить у них голова такая желтоватая тело белое и будут жрать вас и вот это вот хруст постоянный жующих челюстей будет внутри вас раздаваться вы конечно это не услышите не почувствуете но я вам рассказываю как это будет а будет это с гарантией 95 процентов потому что ваши россиянцы вас в убитых значит никто не подбирает вас бросает и идут дальше в бой каждый заботится о своей жопе спасать свою жизнь кто как может и на вас уже убитого смотреть не будет нахер вы никому не нужны вот значит в лучшем случае там если есть время там подберут и сожгут вас в крематорий так он прибежно там по два по три россиянца заправляются туда в крематорий в этот солярка там снизу и палят значит это топливо и тело сжигается и воняет так что дышать невозможно вонище такой стоит тут есть такой село седнев посело городского типа там эти россиянцы крематорий устроили и там живут этих вот убитых своих сослуживцев а есть такие места эти вас просто побросали вас там собаки объедает обжирает мясо с вас съедает и все внутренности выедают и ничего от вас не останется так вижу по дороге то где-то метров 800 до дороги раньше думал что метров 300 было так посмотрел что оказывается больше расстояния значит едет военная машина и за ней едет трактор совхозный или колхозный украденный ну отнятый у местных сельхозпредприятий трактор едет для того чтобы там где-то или дорогу подровнять разровнять чтобы машины могли ездить потому что дороги тут поубивали полностью занимается грабежом и продукты по селам забирают людей деньги и телефоны дорогие у кого какие-то смартфоны айфоны там что там у кого там есть вот и технику забирают и машины грузовые и тракта и вот эти импортные джон диры вот эти вот здоровенные так то которая плуг там 12 корпусов за собой таскает по полю когда пашет 9 там 9 12 корпусов огромные такие плуги или 7 корпусов но зависимости от того какой плуг какая модель так вот и остановился на том что вас жуки вот эти опарыши и жуки вот эти вот трупники там могильщики сожрут и останется от вас в лучшем случае скелетик такой простреленный с перебитыми костями ну куда пуля попала а второй вариант значит когда там собаки уже так по наедаются что и жрать вас не захотят будут люди местные жители когда пригреет потеплеет и будет тепло будет вонь разноситься от вас на сотни метров и на десятки или даже на километры от вас будет вонять но при попутном ветре запах гниющего мяса россиянского будет далеко это разноситься ну местные жители вынуждены будут вас бульдозерами там стреляет из установки ракетного зала полового огня по него это стрельба такая массовая пошла бомбят чернигов суки грохот какой непрерывный шел залповый удар гектары накрывает сразу вот пошли ракетно-залповые огни из установок град или ураган или смерть слышите как чернигов отстреливают я помолчу послушайте непрерывно как стреляют ракеты летят на чернигов из этих установок оград или что-то там похожее слышите как отстреливают кошмар я сочувствую черниговчанам черниговцам которые там несчастные в убежище попрятались если есть где куда спрятаться или там подвалах сидят и там страшное разрушение этих снарядов которые там гектарами накрывают территорию ни за что практически то есть мирные люди никому никакого зла вреда не сделали и вот так вот страдают их там и детей грудных убивают и и и тех которые еще в роддоме находятся в утробе матери тоже погибают в общем страшное дело это ужас это война это не дай бог кому-то войну жить и войну на себе пережить продолжается обстрел из градов или смертью или ураган стрелять на чернигов слушайте вот это 45 километров до чернигов но приблизительно там если дальняя часть чернига там и 50 и 55 километров может быть чернигов большой город областной я туда на велосипеде часто езжу я километров 14 тысяч километров приблизительно если наездил может даже больше чем 14 тысяч и хорошо этот город знаю вот там я сам киевляне но чернигов я хорошо изучил когда едешь на велосипеде там каждую улицу знаешь и каждую ямку помнишь и там надо правильно ехать чтоб в ямку колесом не попасть так я отклонился от темы по поводу этих россиянцев вот те которые упертые такие дурные которые через зомбоящик российский внедрили в голову мысль что тут бандеровцы бендеровцы укронацисты укрфашисты угнетают русскоязычных оказывается ничего этого нет все это неправда это просто гибельсовская пропаганда а на самом деле тут идет просто планомерное массовое уничтожение мирного населения украинского как мариуполе там сравняли город землю и также вот сейчас чернигово обстреливается и сумской области и житомирской области и в харькове там вот обстреливают эти крупные города то есть это месть карлика по этой крысы бункерной который на километровой глубине сидит там в уральских горах в ядерном убежище а вас послал сюда на эту войну чтобы рисковали своим здоровьем своей жизнью ради того чтобы мы свои политические амбиции воплощал в жизнь вот писали себе такую картину эти вода бтря а пуля украинского какой-нибудь снайпера прилетает вам голову бац и все и и ваша жизнь на этом закончилась вы шмякнулись с этого бтря вниз свалились и вас еще следующий бтря переехал и мокрое место останется и говно из жопы вылезет и глаза из орбит вылезут вот и это самое и когда говно будет вылазить еще перднуть успеете под колесами этого бтря вот так вот с вами произойдет так что вы дурачки безмозглые соплячего там молодняк без мозгов пошли на эту войну надежде на то что там деньжи от подзаработаете а ваши деньги вот эти вот на зарплатную карточку вашим женам поступают на тех кто женат и она эти деньги прожирает просирает проедает прокуривает пробухивает с мужиками там трахается пока вы тут синими яйцами бегаете с налитыми спермой подрачиваете там в день по три по пять раз потому что стояк такой что утром трусы и штаны порвет я понимаю молодой мужской организм требует разрядки поэтому то бегаете дрочите и значит чтобы яйца не такие болящие были чтобы не так сильно болело когда каждый шаг делаете так что вы подвергаете свою жизнь риску и здоровье повредить вам могут и коллегой можете остаться если повезет а если не повезет то пуля в голову прилетела от снайпера шмяк упал и все еще сзади вас батарея там или бмп там или еще какая-нибудь машина переедет и поедут дальше и никто на вас не обратить внимание так что там помогать ему доставать из дороги убирать его поехали дальше и все никто там вас объезжать не будет там мокрое место вас раздавит и нахер вы никому не нужны а если вам повезет если вы коллега еще вернетесь назад в россию вот но коллегой как вы можете попасть но в плен попадете там или в местах боевых действий в плен сдадитесь или попадете украинским вооруженным силам вас заставят в больницу сделать вам операцию будет лечить бесплатно и вы выживете и ноги у вас не будет или руки или член вам отстрелит или яйца отобьют или в жопу вас прострелят для того чтобы срать могли на животе сделают дырку такую кишку туда выведут и лекопластыря будет прикрывать для того чтобы говно который из вас вылезает чтобы она через вот эту дырку на животе вылезала вы будете туда тарелку подставлять и смотреть сверху вот как говно из вас вылазит из живота через эту дырку и значит пальчиком помогать чтобы это говно лучше выходила в тарелку нуж будет вонять вот там и по нос будет там или покрупнее такие фракции такое более жесткая но вам надо будет такую еду есть чтобы понос был чтобы легче это говно из этой дырки в животе выходила она вонючая такое зловонное а вы будете пальчиком это говно выдавливать из себя не хотят а все смотреть на себя и никакая баба с вами трахаться не захочет а жена ваша нахер вас пошлет скажет мне мужик с дыркой на животе и с говном который постоянно вылазит из него нахер не нужен и без яиц и без члена там и покалеченный без руки без ноги нахер такой не нужен пойду завтра в загс пойду завтра в сосну пишу заявление на развод я тебя любила а любовь пришла завяли повидоры развод и девичья фамилия иди ты нахер ты мне такой калека не нужен деньги вот эти все военные которые вам выплачивали она это все в кубышку положит себе сейчас уже в кубышку складывает и вам ничего не достанется на тех денег вот придете вы вам она ни копейки денег не даст и таблетку даже аспирина не купит там или значит какого-нибудь болеутоляющего препарата и бупорфена например чтобы вам рана не так сильно болела и все и нахер пошлет из квартиры и на раздел имущества еще подаст иск чтобы и квартира там машина дача там все что у вас там есть там или дом или эти там какой жилье у вас есть все это отжать а вас отправит без одной ноги с постреленной жопой с дыркой в животе откуда говно вылазит отправит на теплотрассу будете там доживать свой век и будете возле мусорных контейнеров с собаками костылем их будете прогонять чтоб из контейнера на мусор из контейнера мусорного какие-нибудь объедки такие заплесневавший хлеб там какой-нибудь найти там сухарик какой-то там или протухшую голову от селедки схватить быстрее чем собака потому что собаки будет с вами конкурировать за эту еду вот и вы будете с удовольствием с радостью эту вонючую тухлую голову селедки обгладывать есть ее и радоваться тому что хоть ее нашли потому что никто вам ни копейки денег не даст никто вам куска хлеба не даст вот такие вот у вас люди паскудные за копейку удавится как говорят в церкви портан за копейку вот такие вот у вас люди вас тут никто не собирает о территории украины убитых и вас тут собаки объедают обжирают был член там 20 сантиметров в этом героем себя считали бак трахали там по всей деревне там или 25 или как у коня там по 30 сантиметров но это редкий случай но такое бывает вот гордились собой что я такой трахар террорист всех баб по деревне перетрахал там или по райцентру по какого нибудь там и каждая баба когда вас видела рукой вам махала навстречу а вот представьте себе такую ситуацию прострелили прострелены убиты вы лежите на дороге на обочине там среди подбитых танков или бтр или бмп там или еще чего-то или где-нибудь в этой самой в канаве какой-то возле дороги а приходят тут собаки бездомные голодные или даже собаки значит тех людей которые как бы домашние но выпускаются на вольнее хлеба они начинают вас жрать рвут на вас одежду добирается до того что можно съесть вначале там уши щеки губы подбородок шею съедают а потом начинают рвать одежду и дальше доберутся до внутренностей если раненые в грудь живут так они туда в первую очередь полезут повыедают вами желудки и печень и почки и все что угодно все что у вас там есть и поджелудочную железу и значит и кишечник съедство едой украинской которую вы там жрали за 10 минут до убийства откуда эта еда взялась либо у людей по селах позабирали или какие-то склады украинские магазины пограбили ворвали оттуда это все и вот этим вы питаетесь вам поставок продуктов нет все все на грабеже на ограбление на присвоение на угрозах убийствам все это у вас происходит отъем жратвы вот этим вы питаетесь так вот те которые с членами там по 20 по 25 сантиметров в стоячем состоянии имеется ввиду висящем состоянии они обычно меньше у кого как вот лежите вы никого не трогаете мухи летать над вами яйца откладывают и в глаза там и в уши яйца откладывают и в рот там обглоданный собаками вот лежите вы никого не трогаете и и муху отогнать рукой не можете они прилетают зеленые такие муки здоровенные жужжат над вами яйца откладывают и радуются о сколько еды нашли для своих деток и тут же личинки мух выведутся а потом жуки появляются вот этих трупники могильщики которые под вами начинают землю рыхлить копать землю для того чтобы тело это заглубить землю поглубже чтобы она не сохла на солнце и чтобы мухи меньше жрали меньше из могли отложить и чтобы вот эти личинки вот этих жуков трубников этих могильщиков чтобы они больше еды имели эти тысячи жуков шевелятся под вами там копают роют землю и вы постепенно удивляетесь в землю уходите туда так незаметно миллиметр за миллиметром вот как бамбук растет у него за сутки там сантиметров 12 скорость роста у бамбука ну в тропических странах вот с такой скорости или даже быстрее вас эти жуки будут землю закапывать их тысячи будут десятки тысяч может быть этих жуков то есть представляете кишащую массу тысячи жуков которые подвамируют землю лапками шевелят и вы постепенно постепенно уходите под землю вас закапывают вот эти руки могильщики отложат яйца они туда у вас внутрь везде во все дырки в жопу то же самое яйца отложат вот и значит выведутся личинки и начнут вас изнутри жрать они очень быстро растут вырастает такого размера вот эти личинки как на полях вот на четвертом на пятом году личинка майского жука хруща вот этого видели такие здоровенные жуки желтая голова черные челюсти лапки такие на набрюшке и такая вот желтое тело и хвост там где говно скапливается значит такое коричневатая черноватая вот такого же типа вот эти личинки этих жуков могильщиков вот они вас ползают внутри вас ползают вот и жрут там и в груди там и в животе там и это самое в голову залезут через рот и в голове там мозг выедает самая вкусная еда для этих жуков а потом они куколок превращается из них новые жуки появятся и полетят там следующего россиянца таким же образом обрабатывать закапывать землю отложу отложить яйца и сожрут его с потрохами ничего не останется останется обглуданный скелетик такой но если там жуки из-за холода не успеют вас вот так вот закопать и сожрать вместе с мухами с этими опарышами белыми вот то местные жители вынуждены будут вас закапывать землю для того чтобы вы не воняли и бульдозером там или трактором или экскаватором выроют какую-то общую яму туда вас поскидывают закопают загребут этим бульдозером и не крестика там будет не могилки ничего то есть ровное место там и посадят туда или березы вот или сосны или яблони там или груши чтобы вот это плодородная земля питание давала этим деревьям и вот эти деревья будут так расти что как на хорошо удобренной земле они будут вырастать и значит это самое никто не будет знать где вы похоронены и ваша мать ваш отец ваши родственники ваши дети там никогда не будут знать где махилка ваша находится куда можно приехать печеньку положить на вашу могилку поплакать над вами там конфетки положить там чарочку такую рюмочку маленькую граненую на 100 грамм водки туда налить и помянуть вас хорошим словом ничего этого не будет вы будете лежать земле объеденный обглоданный червями этими опарышами личинками этих могильщиков жуков могильщиков и ничего от вас не останутся но косточки там какие останутся вот это вы таким образом свою жизнь закончите в этой войне на украине по своей дурости глупости вместо того чтобы в россии заниматься где вы там живете заниматься своей семьей своей жизнью вот и жить до 100 лет и баб трахать потрахивать пока член стоит а так вы мух покормите жуков покормите и собак покормите собой ну и землю еще удобрите чтобы она чернее плодороднее стала чтобы тут на нашей земле пшеницы хорошо шваница хорошо родила чтобы хороший был урожай и что украина и дальше продолжала занимать второе место по экспорту зерновых во всем мире сша на первом месте украина на втором месте вот это все на плодородных землях удобренных удобренных вот этих вот землях захватчиками вот этими всеми оккупантами сколько украину тут киевскую руси не пытались захватить прихватить оккупировать ничего так и не получилось сделать украина в киевской руси украина как было так она осталась и и так она и останется а вот эти оккупанты которые к нам с войной пришли они тут нашей земельки лежат если так походить по огородам покопаться то столько тут косточек человеческих можно найти что словами не передать каждое поле с костями вот так что дурачков вас послали на эту войну и вы боюете за бесплатно жена ваши деньги с карточки снимает кубышку себе складывает прожирает просирает а если вы калекой вернетесь с дыркой на животе если ранят зубу там и срать не сможете там или прямую кишку вам там повредят и придется вам срочно делать вывод говна через дырку в животе будете срать через эту дырку в тарелочку подставлять туда пальчиком помогать чтобы этот понос выходил на эту тарелку будете смотреть это все нюхать тарелочку мыть вот в первое время там рвать будете блево то вас будет потому что такое наблюдать это не каждый выдержит но потом привыкните и к запаху своего говна и к тому как он из вас вылазит на животе через дырку вот а жена такое когда увидит в первый же день сказать нахер ты пошел нахер мне такой калека нужен говно у тебя не из жопы идет а из живота и лезет постоянно не буду с тобой трахаться не дам моя писочка не для такого как-то явно себе другого здорового найду сильного крепкого не раненого и с хорошим стояком а ты пошел нахер я тебя вчера любила сегодня не люблю все деньги которые вам поступали на карточку на вашу она отнимет они отнимет она уже она их уже присвоила себе и вам ни копейки денег всех денег не достанется чтобы за эти деньги и своим здоровьем пожертвовали и жизнью выгонят на теплотрассу и будете там подыхать их возле мусорного контейнера в борьбе за вот эту протухшую голову селедки будете драться с собаками подогонять их костылем от себя чтобы эту голову сожрать чтобы собакам не досталось они потом на вас нападут загрызут вместе будете лежать на земле они за руки будут кусать и за ноги вы там будете пытаться отбиваться они вам там за горло вцепятся зубами как волки горло перегрызут то есть вы еще будете видеть слышать соображать понимать что вам горло перегрызает и отбиться вы от них не сможете вот так ваша жизнь дурноватая закончится а не надо было ехать на войну и надо было участвовать в этой войне нас сидели дома и жопа была вне пострелены и дырки в животе не было через который говно вылазит и яйца были бы на месте если бы не прострелила не отбила стояк был бы хороший бабы трахали и жену там и других баб ну кто как кто-то трахает других баб кто-то не трахать но обычно чаще всего бегают там подгуливают по чужим бабам чем больше детей наплодят тем считается что среди мужиков некоторых не всех на некоторых больше считается что он как бы больше размножился но это такая природа любого организма каждый организм пытается больше потомство после себя ставить что там бактерии что там эти опарыши мухи вот эти зеленые что там жуки вот эти могильщики что там люди все хотят размножаться побольше ну так природа предусмотрела как это самое как сказали значит иудейскому народу плодитесь и размножайтесь но так вот для каждой живности вот такая задача плодиться и размножаться но в общем что я вам хочу сказать россиянцы засранцы обосранцы и с простреленными жопами и с простреленными яйцами там или отстрелянными яйцами там или раненые покалеченные там или не покалеченные еще такие геройствующие которые думают что тут за день украину захватят месяц война идет а никто никого ничего ничего не захватил и не захватите чтобы не рисковать своим здоровьем своей жизнью сдавайтесь плен бросайте оружие не участвуйте в этой войне потому что она вам нахер не нужна никакой пользы вам от этой войны нет не было и не будет не рискуйте своим здоровьем не рискуйте своей жизни не убивайте наших людей не перейти на свою совесть жизни людей которые вам ничего плохого не сделали никакого вреда не принесли слова плохого не сказали никогда вас даже в жизни не видели не занимайтесь херней занимайтесь своей жизнью сдавайтесь плен и таким образом вы сохраните свою жизнь на этом заканчиваю вот в общем россиянцы подумайте о том как вас все будут жрать и собаки бездомные и личинки мух опарыши и жуки могильщики их личинки подумайте представьте себе эту картину и вы поймете что война это такая вещь которая нахер вам не нужна не будьте пушечным мясом в мясорубке войны слава украине слава защитникам украины слава героям украины и слава всем здравомыслящим людям во всем мире которые помогают украине выстоять в этой захватнической войне россии против украины не объявленной войне и чтобы мы эту гребанную российскую федерацию победили выстояли и сохранили свою свободу и независимость до свидания всего доброго и до следующих выпусков моих сообщений так тут летит коршун тут мои коты по дороге ходят и коршун низко летает и сейчас я посмотрю чтобы он тут на моих котов не напал потому что и кур ловит и и таки и это самое петухов а тут котики мои и такие маленькие большие ходят и коршун запросто может унести так все на этом заканчиваю до свидания пошел спасать котов от коршуна всего вам доброго